Сказать, что те люди, которые больше страдают, более одобрительно относятся к коррупционному поведению. Вначале мы определимся с тем, что мы понимаем под самой коррупцией. Под коррупцией мы понимаем злоупотребление своими служебными обязанностями или властью с целью получения каких-то личных выгод и предыдущих. Всем известно, что коррупция имеет негативные последствия для развития общества в целом. Это сказывается и на ограничении экономического роста, и на справедливости распределения социальных благ в обществе. Ну и, конечно, все мы стремимся к тому, чтобы как-то минимизировать уровень коррупции, в том числе и в нашей стране. Ну и, как вы видите на этом слайде, действительно, проблема коррупции является очень актуальной для нашей страны. К сожалению, индекс восприятия коррупции является одним из самых высоких в нашей стране. Мы относимся к группе стран с высоким уровнем восприятия коррупции, и, к сожалению, нашими соседями по этому рейтингу являются даже некоторые африканские страны. Ну, я имею в виду, просто не настолько сильно развиты общества, и мы бы хотели ориентироваться на те общества, где этот уровень коррупции и индекс восприятия этой коррупции, конечно, ниже. Когда мы обратились к исследованиям, которые посвящены изучению того, как люди относятся к коррупции, и каковы индивидуальные факторы, обуславливающие это отношение к коррупции, мы обратили внимание на то, что эта тема начала изучаться относительно недавно, и основная часть исследований по этой теме уделяет внимание, в первую очередь, социально-демографическим факторам, таким как уровень образования, доход, пол, соответственно. То есть эти индивидуальные характеристики, как они влияют на то, как человек воспринимает коррупцию. В то время как психологические факторы, которые обуславливают отношение человека к коррупции, исследовано недостаточно, и, соответственно, это дает поле для нашего исследования. Теперь поговорим о том, вообще, как страдание может быть связано с коррупцией, и каков механизм этой взаимосвязи. Как показывают исследования, социальные страдания увеличивают вероятность того, что человек будет включен в нечестное поведение. Это связано с тем, что, когда человек страдает, то он чаще всего воспринимает ситуацию своего страдания как несправедливую по отношению к себе. И нечестное поведение, коррупция в частности, является таким способом восстановления справедливости в данной ситуации. Когда мы говорим о страдании, то в нашем исследовании мы операционализируем это страдание через горе, беспокойство, так скажем. Соответственно, необходимо определить, что такое беспокойство. Беспокойство. Беспокойство, как вы видите, это осознание человека того, что объект, относительно которого он страдает, из-за которого он страдает, это может быть сам человек или член его семьи, находится в том положении, которое является нежелательным в глазах этого эмболита и не соответствует тому, чего бы хотелось этому человеку. При проведении анализа мы переживания, беспокойства, переживания, да, лучше переживания, делим на две категории, большие категории, условно, конечно. Это микропереживания и макропереживания. Вот переживания, которые относятся к микро-уровню, они касаются в первую очередь самого человека, а также его самого ближайшего окружения. Ну, это члены семьи, друзья, ну, то есть те люди, которые относятся к кругу его непосредственного общения. Как показывают исследования, именно микропереживания, переживания относительно своего круга общения и относительно себя, отрицательно связаны с удовлетворенностью жизнью и негативно сказываются на ментальном здоровье индивиду. В то время как макропереживания, то есть переживания относительно того, что происходит в стране или там в мире в целом, то есть такие глобальные беспокойства и переживания, они не демонстрируют существенной связи с ментальным здоровьем, ну, и с субъективным благополучием. Исходя из этого, мы формулируем гипотезы нашего исследования. Мы предполагаем, что переживания микроорми, они позитивно связаны с приемлемостью коррупции, как одной из форм нечестного поведения. И, соответственно, макропереживания не будут иметь значимой связи с приемлемостью коррупции. Наши исследования были основаны на данных Волтвы и Юсёвы в 2011 год. Это последний год для России в этом исследовании. Ну, и они последние, то есть самые свежие данные. Соответственно, наша выборка состоит из 2500 индивидов. Все они в возрасте от 18 лет и старше. Несколько большая часть этой выборки представлена женщинами, 56%, 44% мужчин. Средний возраст 46 лет. Основная часть опрошенных состоят в браке. Причем там учитывался зарегистрированный или зарегистрированный брак. 15% разведены или относят к разошедшихся. 14% вдовы и, опять же, 15% одинокий. Те переменные, которые были использованы в нашем анализе, Вы можете видеть на этом слайде. В качестве зависимой переменной выступает приемлемость коррупции. Независимые переменные представлены микро-переживаниями и макро-переживаниями. Каждый из этих компонентов представлен тремя утверждениями. К микро-переживаниям относятся страх потерять работу и не найти новую работу, Отсутствие возможности дать образование своим детям и страх относительно того, Что государство будет вторгаться в частную жизнь, прослушивать телефонные разговоры или читать e-mail. К макро-переживаниям относятся страх того, Что страна будет включена в войну, То есть страна, в которой проживает человек, будет вязана в войну, Страх террористической атаки и страх гражданской войны. На этом слайде более подробно представлены непосредственные формулировки вопросов, На которые отвечали господинцы. И, соответственно, шкалы, по которым предлагалось оценить свои переживания. Наше исследование состояло из двух этапов. На первом этапе мы подготовили данные и очистили все наши анализируемые переменные От влияния социально-демографических факторов, Таких как доход, уровень образования, возраст и пол. На втором этапе нашего исследования мы оценивали, соответственно, Связь между страданием и приемлемостью коррупции. И делали мы это на основе использования конферматорного факторного анализа. Ну, собственно, на этом слайде вы видите саму модель, Которую мы построили и которую мы тестировали. Вы видите, что как макро, так и микро-переживания представлены. Латентными факторами, которые базируются на наблюдаемых переменах. Каждый из этих факторов базируется на основе трех наблюдаемых переменных, Трех вопросов, о которых я говорила ранее. И, соответственно, зависимая переменная также является ненаблюдаемой, основанной на вопросе из обследования относительно того, насколько для респондента является... Ну, насколько он считает, что это приемлемо, когда человек использует свое служебное положение и берет... Ну, когда он принимает взятку в процессе своей какой-то служебной деятельности. Значит, на данном слайде вы видите уже непосредственные результаты оценки тестированной модели. Здесь из основного вы можете видеть, что микро-переживания позитивно связаны с приемлемостью коррупции, значимая позитивная связь. И макро-переживания отрицательно связаны с приемлемостью коррупции. Тоже статистически значимая связь. Соответственно, в качестве модели мы относим отрицательного уровня. Что мы можем сказать? Страдание, как показало наше исследование, страдание в терминах переживаний, о которых мы говорили, оказывает значимое влияние на приемлемость коррупции в России. При этом микро-переживания, то есть переживания относительно своих близких, родственников, друзей, относительно себя самого, имеют положительную связь с приемлемостью коррупции. Здесь, в принципе, довольно понятный механизм. То есть, например, если вы переживаете, что вы потеряете работу, или что ваши дети не смогут получить образование, то для себя вы более одобрительно можете относиться к коррупционному поведению, понимая, что это является одним из способов достижения цели вашей и решения каких-то ваших проблем. С другой стороны, когда мы говорим о макро-переживаниях, то здесь мы наблюдаем, что когда человек волнуется о состоянии, о положении дел в стране в целом, волнуется о том, что возможна угроза безопасности его страны, то он скорее неодобрительно относится к коррупции. То есть здесь действует механизм как раз такого социально одобряемого поведения, то есть поведения антикоррупционного, неодобрительного отношения к коррупции. Таким образом, подтвердилась наша первая гипотеза относительно связи с микро-переживанием и приемлемостью коррупции. И вторая гипотеза не подтвердилась, потому что мы все-таки нашли статистическую значимую связь между макро-переживаниями и приемлемостью коррупции, и она оказалась положительной. Говоря о наших результатах, следует отметить, что с одной стороны, как показывают уже имеющиеся исследования, страдания можно рассматривать как такой инструмент, который человек... То есть страдания имеют положительные аспекты. В том смысле, что человек может использовать страдания как возможность продемонстрировать свои достоинства, например, свою выносливость, свою непреклонность, демонстрацию своей терпеливости. Но с другой стороны, мы видим, что страдания имеют и обратную сторону. И эта обратная сторона связана с тем, что страдания увеличивают вероятность нечестного поведения и, в частности, одобрение коррупционного поведения как одного из примеров нечестного поведения. Говоря об ограничениях нашего исследования, необходимо отметить, что главное ограничение связано с тем, что наши результаты были получены исключительно на выборке России. И, соответственно, мы пока не можем говорить о том, что они будут применимы, и их можно будет распространить на другие страны, другие культурные условия. И, в соответствии с этим, следующий этап развития нашего исследования как раз связан с преодолением этого ограничения и исключением других стран в наше исследование для того, чтобы провести кросс-культурное сравнение и сделать более устойчивые выводы. Спасибо.